и всем привет мои дорогие друзья подписчики и зрители моего канала меня зовут александр я продолжаю играть в арксервайл и волос а также на фьордах и сегодня мы пойдем в йотан хэйм но я не думаю что там будь что-то такое прям сверхъестественное но я рассчитана то что там будет красиво как минимум в комментариях аркер непрофессиональный все также подсказывает что когда где по игре так сказать ненавязчиво но черт побери как написал на также также скажу что без кончанного сопротивления как катяного сопротивления без большого сопротивления йотан кеми можно сдохнуть проще говоря и те понадобятся тысячи единиц защиты от холод для того чтобы нормальным днем ходить я даже не сомневаюсь что я бы пошел вот так поэтому я хоть какие-то шмотки на сделал на сопротивление холоду хоть что-то хоть чуть-чуть тысячи нет но допустим full set не получилось создать потому что у меня ну извините шерсти нету но пофигу попробуем так с отчетом по времечку по времечку еще нормально так что есть и чем можно также считать его днем пока что но как минимум там будет очень холодно а а я уже замерзаю стойкость 300 а я уже заберла прикинь погоди погоди а что же будет да ну нафиг реально и вот он пошло хп в минус от спасибо за подсказку это хотя бы хп хп не теряю офигеть вот это короче прям было бы непонятная фигня блин блинский блин блинский тут очень холодно ну клёво так юзем ускорялочку вкачиваем урон чик я не на того сел я не до того я не на того сел секунду вот теперь я сел на того опять таки же для чего мне нужен без мод все-таки спать его шерсть я вижу шерсть не вижу не вижу препятствий чего мне нужен без мод с большим уроном но но он вообще даже шерсть добыть не сможет окей для того чтобы наносить урон все-таки как-никак чтобы был такой никакой но урончик и кусы анкилыч и в целом обычная зимка вот скажем так вот то есть ничего такого сфер сверх естественного я здесь не вижу давай попробуем добыть о хотя бы немножко шкур будет между 27 шкур не хватило просто тупо для того чтобы это фулл сет состряпать твой да подожди ты но подожди подожди но не лезь ты кохтешь козел иметь хотел тебя жить сохранить ну все шкуру довылим можно лететь о интересно здесь будет ютику мать твою заново вот здесь осень здесь потеплее естественно нет я тонхеем не прощает вам никаких ошибок в плане шмоток обалдеть но суши здесь по ходу дела да он примерно такой уже камер на как ванахем то есть вот они ледяные стены и ты типа за них уже не сможешь выбраться в асгарде ты как-то ощущал более свободного так сказать вот пространство да там было вот это вот эта тупость честно это выглядел лучше тупо когда ты смотришь деревьев деревьев и пустыри но ты понимаешь типа ну там точно конец карты это немножко глупо но вот это чисто свободы было там куда больше здесь же мы прям видим вот они стены понятное дело к ним лететь нет смысла но с другой стороны это намного удобнее ты как бы не пытаешься уже лететь знаешь там там стена и да в этом сказать что я в асгарде пролетел а то что лосось мимо вместо обитания дрейков боли мокий возвращаться не хочу как минимум с того что но мне я целом не любитель дрейков но честно они прикольные для аберрации прям кайф почему потому что это единственный способ нормально полетать скажем так вот но в целом не моей теносы вот прям очень неудобно красиво красиво конечно хотя вот это вот краснота прям выбивается из уст 45 вот так видишь большого ловла и думаешь блин может таки протомить но понимаю что нафиг это не надо что серьезно а не в воде это вы около воды мне просто казалось что они в воде без шуток мне показалось что они просто находится в воде внутри воды кстати да также о здорово написал он же мой несменный помощник что в мирах по 15 струн и блин я такой задумался а может реально стоило их везде собирает лутать сразу же а с другой стороны реально я потом найду на эту 11 какого-нибудь ну то есть там резинаса и уже лучше ему возьму эти самые вороны были нас гад конечно он хоть и пустоватый но как-то он был поприкольнее здесь летаешь ну зимка и зимка 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 в анахиме летаешь ну ну лес лес красиво да вот здесь зима красиво начали потом скелета вот и все красиво на черт убери вас гарди вот это вот разные биомы были на постройки куча построек там клево было прям ловил эмоции да здесь тоже от летаешь красиво вот особенно те кто любит зимку есть такие люди которые любят зимку любят чтобы вот это вот все было для них это конечно процентов это красиво кайф я даже вот летаешь смотришь и как-то мурашки по коже идут чувствуется холод не у меня в копте там за 30 не если что мне как бы это я любитель очень сильно любитель тепла вот и как бы их его команда становится прохладно от того что видишь везде снег везде холод вот это вот и все это там случае хотя бы логичнее чтобы были не гиганты петеки а эти тусились а это было бы поприкольнее единственно что очень выделяется это вот эти вот реально цветные деревья вот это вот красный если были бы зеленые ели я бы слова не сказал или они не ели елки на они вечно зеленые новогодняя все дела но у них такая пихта но пихта господи о ледяная пища или просто мостик эти хвойные хвойные блин это деревья то есть они вечно зеленые и это было бы логично но видеть красное более ну камон это вот это как раз таки нелогично тем более желтые ну ладно желтый красный как в одной тоже суть в том что типа осенние деревья видеть в вечной мерзлоте это очень нелогично то вижу постройку не вижу препятствий это получается что нет нет счет типа как монастырь что-то типа того кристальчик прикольно лутаем руны пофигу ну это круто не возможно в анахемии тоже есть какие-то постройки извините там там слишком зелено у меня же глаза храбило я ничего дайте не мог здесь же вот структуру то есть на белом фоне она сразу же выделилась и неплохо выделилась кстати ходи еще задумался а если в отключить а я включил ночной зрели значит у нас начинает темнеть что значит мне скоро будет еще холоднее отключение жизни я чё-то забылся но и все равно протухшее мясо пакет крови дешево или этот режим высасывать типа кровь а тот режим вот так еще дополнительно высасывает кровь а короче хрень непонятно что за режим в заслуживание крови надо хоть видишь чтобы почитать чуть похищение жизни веса свои крупные жизни ну прям одно и то же от для него это одно и даже клёво кстати да мне сказали где находится элемент труда и как я понял по ходу это дело аберративно ну я на карте то вижу у меня есть карты ресурсов то есть я вижу где находится ресурсы но там по ходу дела будет аберрантная пещера с радиацией все дела с радиация но также про элементальные осколки элементаря и вот тут уже я вспомнил в каком-то видосе смотрел там добывалось и элементальные осколки как на генезисе первом и вот поход дел на придется в какой-то из ближайших уже серий тусить на добычу элементов почему потому что он нужен черт побери я хочу систему хранения сделать я хочу вот так костюм себе взял не за зачем он прям без шуток я не ставил до сих пор зачем у какого чутик прикольно вот но я хочу как минимум систему хранения себе сделал чтобы уже было прям вот прям вот клёво пришел разгрузился и не надо по ящикам самому все скидывать так слишком ярко не без шуток красиво конечно да ну ну блин это это как обычная карта то есть ты вот зайдешь на какой-нибудь на остров до нас и вот ты будешь шут грацевать там и и увидишь то же самое то есть нет какой-то вот это вот изюмки да где вот-вот по мидгард улетаем да и там деревушка там постройки там замок стоит там какая-то пещера огромная то есть вот тут нет вот этого вот вот то что в мидгарте мы видим мидгард это обычная карта которая и что мидгард это мир людей либо средний мир что-то типа того короче да ну красиво но он блин ну я еще пытаюсь найти где ну по идее должно быть ледяные эти если на асгарде грозовые в анахемии а огненные на мидгард я находятся точно а здесь должны быть пещеры с мидгардами или погоди или они в асгарде вас карте ёпт ваш заново а вот и мы замерзаем уже да кстати а по сути то я уже и все облетел ну ладно здесь облетать приобрететь реально все легче прям нам намного легче то есть ты вот хоп-хоп туда-сюда и все уже облетел по лесам ничего серьезного есть не забуду я обязательно скрин с ресурсами на такой карте я обязательно вставлю но но здесь обычные ресурсы то есть здесь ничего такого сверх естественного нету я вообще буду стараться по множестве раз уж есть у меня вот этот карта то по возможности все таки буду скринчики выкладывать чтобы это на скрин карта чтобы все-таки видели где это находится вот плюс-минус вот как я сделал делал с цветочками ну там их реально 3 локации и попробую их найти надо там координаты как-никак более но скучно я только одну постройку нашел в итоге да скучно и обидно шипастый дракон за что в зиму-то засунули мой бедные пустынные животные всему засунули его бедолагу в асгарде было бы ему самое место ну явно не в рядышках блин ну я не нашел больше других построек вот такую руду нашел а погоди-ка а здесь у нас смахивать на ущелье как вот расщелина ну-ка хватаем рунку или это просто они охотил не просто вон они ледяные и ящерки уверенно смысле о богомол но вас за что бедолаг бедный бедный богомол чуть от холода не сдох нажал сдох он в итоге от меня так но без обид так со счастья лутинки то а счастья каким-то ученик это поэт тропаются давать ничего печенье жизнью урон гриф боли но как-то очень нелогично от ящик будет есть дробь дополнительный счет и я вот этого не помню 55 но неплохо такая яркая пещера и так холодно не морозь а не с них походу нету дополнительного дропа типа кого-то ледяной виверной я я реально не помню но это же просто вроде бы вообще первый раз их увидел на рак на руки может они там появились первый раз и все одно яйцо просто тупо одно яйцо ну блин но блинский блин но светло здесь ужас просто так и еще урон я даже себя прокачал да тоже урон пригодится чуть-чуть ну как-то непонятно то есть места под гнезда есть а самих ведь нету а но это оттуда я приперся туда спустился приперся а сюда можно еще даже пешком ста спуститься конечно как ты потом будешь выбираться отсюда пешком это уже отдельная история пока ты бежишь делаешь круголяю виверна просто летит напрямую но возможность есть это уже хоть что-то ну здорово раптор клаус но ты точно не здесь дропаешь если ты тут дропаешь что-то так что ну короче как то так неоднозначная карта я вам так скажу с одной стороны вроде бы и красиво но с другой стороны я не не настолько люблю холод чтобы восхищаться всем вот этим делом без шуток я просто хочу подключить к этому черепу он получается в глыбе и считает такое так мне кажется или я здесь не был или был или не был и я это пропустил криво и видать поню залетал прикол на надо быть это нельзя ну мало ли да я поход делал поле залетал поездочная штамма от холода немножко помираю ну ладно верно нашел ледяную ты тоже прикольно хоть какая-то это достопримечательность есть сам прикол сего же встречу всего ледяной виверной и народ пошел в пещеру с уверенными в каньон а ты здесь и ждешь а так будет подстава да да хин этот лазит я каш клёву но как я уже сказал не настолько клёво чтобы про восхищаться ну да я здесь был я просто там по низу полетел или какого-то другого круголя сделал это потому что вот здесь ты я латал руну да я туда полетел туда в общем да а здесь и точно был но прикольно прикольно знать куда конкретно это выходцы можно на начальном этапе не кислота кристаллов найти главное не попасть на хищником такая вот маленькая оговорка у кристаллов здесь то хранище просто до хранище кристаллов ну вот блин если в анахемии я бы допустим еще хотел бы построить домик как-то вот жить там красочи сидела но здесь здесь слишком холодно прям без шуток не слишком холодно стоять стоять и еще одна рунка скоро у меня уже батницы до максимума такими темпами нет по ночи вообще прям норм летать ведь все равно видишь это сверкают как это ясно солнышко еще красота он к миру вишу и еще руна ладно не буду их больше лутать просто так и так достаточно какие итоги хочется подвести прикольно но нужно очень теплые шмотки вот ночь я провел около костра очень замечательно сейчас как видите даже не холодно прям ваш огонь за счет у меня сопротивление холоду то тысячи восемнадцать сопротивление холода и все огонь и я уже нормально ну-ка ой подвисло вот 1049 то есть и ночь я уже не замерзал от холода до было холодно ну это кстати даже не было холодно наш хп даже не отнимался ну вот отходим меньше тысячи и все ну собственно как так не посоветовали тысячу сопротивление холода и без проблем тип уже вывозишь вот ну-ка погоди-ка об стала 1000 сразу же исчезла вот такие вот дела ну в общем что прикольно но стандартно даже тот же самый ванахейм он отличался он отличался тем что там смесь всяких джунглей и так далее было то есть в разных лесов зеленых объемов здесь же обычная типичная зимка из на чем сделали отличие это красные желтые деревья чуть искал розовый вот но но это же не то в зиме их и быть не должно по идее по крайней мере их вся листва у них сорвется от ветров поэтому вот как-то так но целом прикольно целом прикольно в следующие разы уже пойдем и блуждать по пещерам смотреть что как где вообще уже будем подготавливаться и к мини боссом и так далее вообще нужно будет попробовать сходить на беде босса для этого этому все-таки все-таки наверно по стандарту попробуем притомить рексов ну точно значит разводить рексов по стандарту по классике скажем так пойдем на рексиках почему нет ну хотя можно попробовать и к примеру на медведях черт того знает она там разберемся на на этом я сам буду плачаться когда всем спасибо за просмотр не забывайте подписываться на канал ставить лайк комментировать делаешь интереть мою видеть своими друзьям это все всем удачи всем пока всем счастливы добра всем пока